СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ С такими проблемами сталкивается и будет наш рассказ. СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 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 И слова в адрес Айслу Зайкуловну я произношу. Конечно, с профессиональной точки зрения она творит чудеса. Она доказала многим о том, что виноградарство промышленное на территории Саратовского района возможно. И мы это видим. Прекрасный сад. На месте не стоит. Каждый год что-то там подсаживает. Каждый год что-то экспериментирует. Все получается. Так в чем же секрет? Айслу Еремина говорит, это все характер. Умение браться за дело и нести ответственность. Вообще нету дела, которое человек не мог сделать. Ну вот вы скажите, вы же когда сюда пришли, я так понимаю, здесь чувство бурьян. Все было так же, как на цельне. Все те же кони, все те же люди, все те же первые колышки, все те же первые заморозки. И вся та же первая борозда. Прошли годы. Было очень трудно. Вы посмотрите, какой сегодня сад. Огромный виноградник. Посмотрите, на какое здоровое и красивое. Это же не за один год. Это же сколько сил, труда было вложено. И не страшно вот было? И руки не опускались? Нет. Вот что, глаза горели? Знаете, говорят, когда человек ставит цель, цель всегда должна быть достигнута. Значит, нужно уметь правильно ставить цели и правильно их достигать. Женщина-села, человек-отсахи – это все про нашу героиню. Более 30 лет своей жизни она посвятила работе на земле. Дальновидный и смелый руководитель. Она работает исключительно на перспективу, рискуя и выигрывая. А вот посмотрите, какое яблоко шикарное. Ну, оно необычное. Оно такое женское. Да, форма, цвет. Цвет. В нем некое женское обаяние красоты. Посмотрите, величие, да? Посмотрите, какое красивое розовое яблоко. Посмотрите. Ну, необыкновенное. Да. И когда я увидела эту яблоню, когда заполдоносила, думаю, какая божественная красота. Посмотрите, да? Какой цвет, какая насыщенность, да? Какой вкус, какое богатое дерево. Посмотрите, да? И выдал. Какой шикарный плод. Посмотрите. А вот расскажите, а почему выбрали вот это направление? Вот виноград, яблоки в первую очередь. Знаете, это было состояние души. Я очень много проехала в Европе, очень много проехала по другим государствам. И всегда в виде яблока. И вкушая яблоко польское, почему бы не у нас. Эта идея заразилась настолько. Я решила сложить сразу и яблоневый сад, и виноград. И сегодня, в этом сезоне, я культирую только яблоко. А все спрашивают, а как же виноград? То виноград сегодня мы были уже в саду, увидели виноградом в саду. Виноград по этому году очень хороший. Но яблоко все ожидания превзошли. Это территория труда, территория жизни, говорит Айслу Еремина. А вкусные и сочные плоды, которыми просто усыпаны деревья, результат огромной системной работы. Но невозможно удержаться и не попробовать только что сорванное с дерева яблоко. Сок нереальный просто. Пить можно, пить можно. Самые вкусные яблоки. Это не передать словами. На самом деле... О, на свету. На самом деле это просто необыкновенный вкус. Яблоки очень сладкие, очень сочные, жесткие. Вот что очень важно. Айслу Еремина занимается натуральным виноградарством и садоводством. Одним из главных критериев своей работы считает производство экологически чистой продукции. Не просто вкусной, но и очень полезной. Все наше, экологически чистое. И вы часто вот посмотрите, вот на яблоки есть червинка. Ну, это говорит о том, что никакой химии здесь нет. Никакой химии нет. Мы, наверное, не гонимся. Одни из немногих, которые не гонятся с деньгами. На днях приезжали какие-то очень богатые люди. Они собирались с дерева. Им было так приятно, что яблоко с червинкой. Меня это поразило больше всего. Да тут какие хочешь. Желтые, зеленые, красные. Более 30 сортов. Есть среди которых и очень редкие. Кстати, яблоки Айслу Ереминой знают и любят не только в Саратовской области, но и за ее пределами. К нам приезжали в прошлом сезоне с Казахстана, с Уральской области. В этом году уже приезжали, потому что в Казахстане такого яблока нет. Там несколько засушливая зона. Яблоко как таковой не вырастает, потому что там температура очень низкая, до 42 градусов. И приезжали за нашим яблоком. Яблоко наше сухое. У него хорошее содержание сухого вещества. Оно хранится. Это, наверное, одно из лучших товарных яблок Саратовской губернии. Еще трудно не обратить внимание на то, насколько здесь все чисто, аккуратно, ухожено. Айслу Еремина не без гордости отвечает. Во-первых, это женское лицо бизнеса. А во-вторых, сама технология возделывания винограда и яблок не допускает засоренности. Междуряди должны быть чистыми и продуваемыми. Здесь в помощь коллективу самое, что ни на есть – современная техника. Во-первых, это шикарная немецкая техника. Она очень хорошо работает. У него хорошее навесное оборудование. И в саду незаменимая вещь. Такие площади все-таки вручную не обработать? Невозможно. Невозможно. На первых порах, тогда, когда только в первой закладке, да. А сегодня, конечно, вручную обработать практически невозможно. Да и нет в этом необходимости. Почему? Потому что то, что может сделать техника современная, да, изобретать велосипед не нужно. Посмотрите качество земледелия, посмотрите, как все закультивировано, да. Травы нет. У нас серьезную культуру земледелия. Мы следим. Посмотрите, у нас какое. Ну, у нас женское лицо бизнеса. Поэтому у нас идеальный порядок. Как на земле, так и в сердце. Просто удивляешься энергии и силе этой женщины. А ведь помимо виноградника и сада на территории фермерской усадьбы Айслу Ереминой есть еще и плодопитомник, где находятся саженцы яблонь, малины, смородины, ну и, конечно, винограда. Наш губернатор Валерий Васильевич Радаев, он всегда перед сельхозпроизводителями ставит задачу производить, скормить себя и своих жителей чистой, натуральной, экологически чистой продукции. Знаете, я очень трогательная отношусь к Валерию Васильевичу. Это серьезный лидер, это человек с нового тысячелетия. Это гиперактивный, очень ответственный и огромная работоспособность. И те задачи, которые ставит только саратовская, и только лучшая, и только саратовская, это реальные задачи, это выполнимые задачи. И знаете, да, они это даже как-то составляют гордость. Гордость нашей земли, гордость нашего региона. И мы гордимся тем просьбам, тем задачам, которые ставятся. Мне приятно, что у нас такой губернатор является человеком очень современным, человеком 21 века. Это современный лидер, имеющий огромную работоспособность, творчество. Вывел наш регион на новую ступень. Мы сегодня стали инвестиционно привлекательны. У нас шикарный кластер территории. У нас очень многое сделано для города и области. Сегодня Саратов является визитной карточкой целого региона. И тогда, когда приезжаешь в город, это город особой теплоты, особого комфорта, особого уюта и особой заботы. И знаете, самое главное, что мне приятно было в тезисах Валерия Васильевича два момента. Первый момент – впервые на политическую арену поставлен человек, и все связано с человеком. Забота о человеке. И знаете, и второе – это только вместе и только вперед. Эту фразу мы не слышали порядка 20 лет. Она не только воодушевила нас, она нас сплотила, она нас заставила посмотреть по-другому на мир, на регион, на человека, который находится рядом, чуть-чуть подальше себя, чуть-чуть подальше бизнеса. Так для себя изначально решила – бизнес должен быть социально ориентированным. Эту цель Айслу Ереминой поддерживают все в коллективе. Еремину Айслу Зайкун я знаю более 25 лет, работаем мы вместе. Знаю ее как ответственного руководителя, порядочного человека. Я всецело поддерживаю все ее начинания. Не зря же говорят – силу руководителя в его коллективе. Своей командой единомышленников Айслу Еремина очень гордится. Коллектив у меня шикарный, мы работаем на одной волне. И часто у меня спрашивают, слушайте, как вам удается одно, другое, третье, работа, депутатская деятельность, семья, общественность, совещания, мероприятия и тысячи других дел, которые висят на мне. Знаете, мы работаем при большом доверии. Мне достаточно только позвонить, достаточно только жест руки, одного взгляда. Потому что только в такой ситуации, только так люди добиваются успеха. Качество успеха зависит только от коллектива, от единомышленников. И мы работаем при глубоком доверии. У меня люди работают по 20 лет, и возле себя 20 лет держать людей – это очень сложно. А нужно, наверное, соответствовать времени, соответствовать заботам, соответствовать вниманию, соответственно платить и, соответственно, относиться. И вот это единение, вот это единство, оно дает, конечно, слаженности, работоспособности, творчеству, успеху. И знаете, какому успеху? Качественному успеху. Не просто добиться успеха, да, а он, чтобы был качественный, и настоящий, интересный, да, трогательный, живой. И чтобы, знаете, каждый из них оставляет часть своей души. Вот так мы все работаем. В первой части нашей программы мы рассказали об удивительной женщине Айслу Ереминой, почетного работника сельского хозяйства, грамотного, целеустремленного руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Саратовского района Саратовской области. О том, как она на промышленной основе развивает садоводство и виноградарство. Но, как мы уже сказали, бизнес ее социально ориентированный. А сама Айслу Еремина – человек милосердный, искренний и очень добрый. Не случайно награждена нагрудным знаком за милосердие и благотворительность. В своем чрезвычайно загруженном рабочем графике всегда находит время заглянуть в село. Туда, где ее всегда ждут. И очень рады встрече. Например, в детский садик. Ой, кто к нам уничтожил? Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально. Нормально, молодцы. Куда идем? Гулять. Гулять на улицу, да? Своей любовью к яблоням делится с малышами. Помимо того, что помогая детским садам материально, при каждом высадил и сад. Этот в селе Вольновка вместе с детьми, их родителями и ветераном войны заложили ко Дню Победы. В прошлом году, 9 мая, ровно в 9 часов утра. Теперь у воспитанников на столе всегда свои свежие фрукты. А посмотрите, какая она. Высокая, нежная, пушистая. Посмотрите, какие листочки. Вот это называется яблони. И она плодоносит. Вот, видите, даже в этом году первые яблоки. Вот, мои. Ой, дети, это первые яблоки нашего сада. Сколько детскому саду помогает, не передать словами, рассказывает заведующая Анна Григорьевна. Новая мебель, игрушки, подарки детям на всевозможные праздники. Причем Айслу Еремина зачастую даже не дожидается, пока к ней обратятся по какому-либо вопросу. Сама приезжает и спрашивает, чем помочь. По любому вопросу, как бы к ней не обратились, о чем бы ее не попросили. Всегда она с добротой, с пониманием ко всему относится и с душой. А на сад свой не налюбуются. Видя стремление Айслу Ереминой создавать красоту вокруг, сами берут с нее пример. Все жители села. Да людям это приятно, вот придут все, вот за детьми приходят, родители погуляют. Знаете, как приятно, от души, от души я благодарна ей. Еще хочу вам слово сказать. Очень-очень так благодарна Иисусу Зайкунуна за нашу Вольновску. У нас тут ни воды, ничего не было, ни дороги. Воду все восстановила, амбулаторию немножко восстановила. Спасибо. Клуби у нас, музыкальный центр, бильярд привезла. Да, цветы огромное количество, представляете, мебель. Она не то, что милосердная, но мне, наверное, двойное сердце кажется. Она все выложит для народа. А это уже детский садик села Собуровка. Здесь яблоневый сад Айслу Еремина вместе с жителями и представителями администрации высадила в 2014 году. Как сегодня помню этот день, как Айслу Зайкуновна стояла ниточками, веревочками и палками, командовала, как нужно протягивать эту нитку, чтобы деревья стояли ровно, как солдаты в один ряд. И все под руководством Айслу Зайкуновны посадили этот фруктовый сад. И через буквально год, второй год, уже сад дал свои плоды. А дети с удовольствием гуляют по своему маленькому яблоневому саду. Сотрудники учреждения тщательно следят за деревьями, ухаживают и получают свой собственный урожай фруктов. Это очень хороший пример для других детских садов. Ведь имея фрукты свежие, круглый год мы кормим детей. Утром утренний второй завтрак у нас. И осенние сорта у нас есть, и зимние сорта. Айслу Зайкуновна, приятно заезжать в сад и видеть, что сложилось, удалось. Живет ваше дело. Да, в 2014 году мы заложили сад в детском садике села Соборовки. И вот, приходя сюда, видя вот эти уже созревшие яблоки, это сейчас трогает сердце. Трогают сердце Айслу Ереминой и проблемы людей. Она не делит их на свои и чужие. Она, как человек милосердный, решает их все. Сколько добрых дел сделала, сама уже и не помнит. Нет, признается, так уж получается. Решила проблему и забыла об этом. А денег, говорит, все равно всех не заработаешь. Вот на днях был выбор. Либо еще пять гектаров сада высадить, либо детскую площадку в Соборовке оборудовать. Уж очень просили жители. Не задумываясь, решение приняла в пользу второго. К этой инициативной женщине зачастую обращаться не надо. Она все сама, как хороший паровоз, тянет детские площадки, ремонт детских садов, клубных учреждений. Сейчас в одном из сел ремонтируют помещения библиотеки, музыкальная аппаратура, помощь детям, инвалидам, приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря. На самом деле таких людей мы благодарим. Не ради похвалы, для души делает. Так велит ей сердце. Только за последнее время Айслу Еремина установила детские площадки в селах Мергичевка, Липовка, Расловка-1, Саратовского района. Причем с последующей там закладкой этой осенью яблоневых садов для малышей. Почему? Вот что двигает на это? Можно же было просто вести бизнес, неплохо существовать, наоборот, даже роскошно. Но вы вот ушли от всего этого и приносите пользу людям. Вот что двигает, почему? Милосердие, наверное, корнями из детства. Это живет в моей душе. Это, наверное, главный мотив, главный составляющий меня. Потому что человеком быть милосердным – это очень сложно. Эта стихия живет внутри человека. И тогда, когда человек думает о человеке, заботится о человеке, и это приносит огромную радость и огромное удовлетворение, тогда, наверное, не зря мы живем. Вот это качество мне дано природой. Я всегда думаю о человеке и отношусь как к себе. И вот что еще очень важно. Родные и близкие поддерживают Айслу Еремину в ее благотворительной деятельности. В виде моего состояния души, в виде, что это для меня представляет колоссальное удовлетворение, семья это понимает. Это понимают родственники, и это понимает сегодня бизнес. Наверное, одна из немногих. У нас в трудовом коллективе работают люди, которые работают по 30-40 лет. Они пришли, до меня работали. И знаете, мы впервые приняли решение, пенсионеры провожая на пенсии, дать им персональную пенсию. У нас сегодня Российская Федерация платит персональную пенсию, Газпром сегодня еще и Еремина. Платит персональную пенсию. Персональную, да. Он получает заработную плату, получает государственную пенсию, и получать будет пенсию еще персональной от бизнеса. Это, знаете как, человека делает другим. Знаете каким? Ответственным. Всегда. Трудятся на фермерской усадьбе Айслу Ереминой и четвероногие помощники. И им наша героиня всегда находит возможность уделить внимание и заботу. Дик, он копает. Я говорю, дико мыши. Копать. Он копает, копает, пока мыши не добьется. А Малек, Малек, Малек ловит ворону. Вы заметите, ни одного яблока нету? Клебаного. Клебаного. Впервые. Почему? Потому что только ворон летит. Я говорю, Малек, все, он уже бежит. Даже такие четвероногие помощники у вас. Да, они уже приучены к этому. Просто удивляет. Фактически конец рабочего дня, а героиня наша полна энергии и сил. В своем саду, говорит, не чувствует усталости. Эх, какая красота! Это все наше саратовское. Посмотрите, какое обаяние красоты. Виноград в этом году, по этому году дал тоже хороший урожай. Посмотрите, какие хорошие кисти. Какой хороший виноград. О! На! Вот, посмотрите. Вот. Хороший виноград по этому году. Год был дождливый, сложный. Для винограда был очень сложный. Виноград себя так плохо чувствовал. Он так хотел иметь тоже право. И вот посмотрите, какой зреет. Солнца было в этом году мало. Но, тем не менее, виноград созрел. Он имеет товарный вид, хорошее качество. Его можно уже вкушать. Мы уже ввозим на рынки. Экологический продукт, он всегда интересен. Чистый, без химии. Понятно, он всегда всем актуально интересен. Цену никто не спрашивает. А мы продаем очень дешево. Сегодня, знаете, наше яблоко съемное 25 рублей. Приходите, пожалуйста, набирайте сами. Мы нисколько не возражаем. И виноград, пожалуйста, 40 рублей. Приходите, срывайте, кушайте. Потому что производитель имеет право назначить цену. Но и это еще не все. Хозяйство Айслу Ереминой работает по принципу от сада до прилавка. Производят всю линейку яблочной продукции, испытывая гордость за свой бренд. Айслу Законову, мы подошли к вашему столу, такому аппетитному, такому вкусному. У вас из яблок и сок, и компот. И повидло, и сухофрукты. Ну, я смотрю, даже вы на этикетках с гордостью печатаете герб Саратовской области, чтобы все видели. Да, только саратовское, только лучшее. Вот с яблок, с этого яблока. И сушите. И сушим, и компотой, и сухофрукты, и повидло. Почему? Потому что все это пользуется огромнейшим спросом. Сегодня все устали от импортного, открывает баночку, а у него нет вкуса. А это настоящий сок, настоящее яблоко. И все просят уже с прошлого сезона, у нас заказы на год вперед. Почему? Потому что это ручная нарезка, и это все ручной работы продукты. Все это нарезается руками. Почему? Как стекло, да, прозрачное, как стекло. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»